покажу нож который стопудово никого не оставит равнодушным это свеженький райк к райкам отношения сложилось несколько хуже чем к макс эйсу например макс эйс на мой взгляд сразу заработал скажем максимальный респект с райками наверное получилось не так вначале это была бомба-бомба но люди начали их использовать кто-то жаловался на сталь кому-то не нравилось сведение кому-то еще что-то но я вам скажу так что на мой взгляд райки достаточно закрепились люди обращаются с райками за точку в мастерскую то есть у людей реально на руках райки есть и те кто их используют в общем они довольны то есть нельзя сказать что с ними что-то не так так как хотелось бы сказать скажем так противником марки это неправда что явно улучшилось у райков улучшилась термообработка стали потому что вначале действительно к ней были вопросы сейчас в общем их нет и если раньше можно было сказать что лучше выбирать м390 чем с 35 вен сейчас с 35 вен ситуация выправилась никаких принципиальных возражений против этой стали уже нет ну и теперь сам нож давайте начнем с закрытого состояния в закрытом состоянии нож выглядит крайне футуристично крайне лаконично он похож на такое это глянцевое воронение по покрытию черная она несколько играет на свету нож безумно харизматичен просто безумно харизматичен сказать что он необычный значит просто ничего не сказать мне лично очень нравится этот дизайн то есть он злой он агрессивный похож на дезептикона трансформера какого-то вот эта спина абсолютно крутая просто суперически крутая я ничего не могу с собой поделать этот одни такие яркие эмоции от этого ножа это правда здесь есть крайне грамотные на мой взгляд решения крайне интересные и разумные то есть это не только дизайнерский нож это еще нож с вполне продуманным любопытным на мой взгляд и достаточно востребованным функционалом смотрите во первых клинок толстенный пол сантиметра клинка но он не выглядит таким толстым потому что здесь даже вот вот здесь снят фальшь и только вот в этом месте ты понимаешь какой пипец толстый клинок конечно не надо пытаться шинковать им картофель ну так мы вроде не собираемся и так это флиппер у которого дичайше просто дичайше дикого размера сам флиппер с точки зрения если смотреть с рукояти да сейчас я разверну нойку чтобы она была как светлый фон для ножа вот так это выглядит реально вот вот такая крикоябра называйте как хотите даже нойку вот так можно поставить и использовать как фончик вот что он из себя представляет очень странный силуэт такой горбатенький такой трансформер он реально напоминает мне какой-то какого-то трансформера причем кстати не 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 до септикона автобота джет фаер его звали я вспомнил черт побери я вспомнил этого трансформера из детства это был джет фаер типа снова новосконструированный но он превращался такой футуристический истребитель и вот у него тоже был такой горбик а вот есть крылья короче я понимаю что это странно но это правда сравнение которое приходит в голову и здесь вот этот вот огромный флиппер который мы видим он абсолютно как эфесу шпаги то есть он просто полностью перекрывает руку и гарантированно защищает совершенно надежно от чего угодно плюс у клинка достаточно агрессивная форма то есть он явно заточен под прокол явно заточен под силовую нагрузку на этот прокол и одновременно с этим достаточно тонко сведен адекватно сведен чтобы резать мне лично гринд понравился в итоге то есть если посмотреть на нож вблизи можно понять что гринд удачный мне понравилось ну качество гринда понятно мы говорим про rike nice нож вылизанный качество гринда супер мне понравилось вот это вот выборка чтобы визуально облегчить такой флиппер огромный мне понравилось как одна линия вот здесь перетекает в другую и все это очень лаконично и дизайнерски клево выглядит клинок действительно выглядит необычно легковесно несмотря на свою дикую толщину и в общем то очень даже приличный размер мне понравилось то что вот эта вот линия она одновременно да как бы как типа в кавычках кровосток канавочка и одновременно отверстие в клинке при этом открывать за него в принципе не получается то есть она в большей степени декоративная то есть дтн такой хороший их флип такой надежный что это не функциональное отверстие то есть сначала надо вывести клинок потом взять за отверстие вот в итоге я сказал что я предполагаю предназначение данного ножа но смотрите какое оно в общем сразу скажу что я безумно хочу такой нож объясню почему потому что много есть ножей всяких разных у меня но нет ни одного которым бы я действительно ткнул бы автомобилю в капот чтобы его пробить и ребят я понимаю что это бред я понимаю что это ненормальное желание но насмотревшись все мы смотрели видео на которые показывают колд стиловцы где они протыкают автомобильный капот и черт как же хочется попробовать блин как же хочется попробовать неужели это реально получится так вот вот этим ножом я бы это и сделал вот реально почему потому что во первых клинок и мы все обсудили 5 миллиметров за такой кончик можно не бояться гринд адекватный все хорошо раз за руку тоже можно не бояться посмотрите что здесь вообще происходит и самое главное если вы заметили хорошо нет рассказываю показываю у ножа есть фиксатор фрейма в закрытом положении то есть вы просто сдвигаете достаточно четко работающий по но я бы сказал поружейно четки четко работающий фиксатор он защелкивается и у нас что происходит все фрейм просто застыл на своем месте его вообще никуда не сдвинуть клинок стоит четко абсолютно и вот теперь вот так вот схватили и зараза в свое удовольствие воткнули как было бы круто блин черт я замечтался но так вот вот оно предназначение до надежно проткнуть то есть вот этим ножом ткнуть можно во что угодно вообще не переживая при этом кончик ножа посмотрите он находится практически напротив осевого винта вот так вот уходит это позволяет опять-таки лучше и четче контролировать кончик это очень крутая идея это очень крутая конструкция мне это действительно очень понравилось плюс мне понравилось что они затемнили винт с этой стороны чтобы он не выбивался из общего дизайна вообще по дизайну здесь нет ни одного на мой взгляд просчета все очень круто и очень понравилось что в клипсу вставлен керамический шар в итоге надо сказать что нож просто бомба ну ну просто бомба мне он безумно понравился он и харизматичный и удобный и приятный в руке и подыркать и пощелкать и посмотреть и механика и при этом просто защелкивать и отщелкивать вот этот замок это тоже тот еще кайф если честно дополнительный фиксатор фрейма это очень крутая очень толковая на мой взгляд мысль я посмотрел его не так просто показать я посмотрел он сделан просто и надежно на самом деле там идея ну совершенно банальная вот там такая такой диск перемещается я честно говоря о вот прошу прощения сейчас попробую вам все-таки показать сейчас попробуем надеть подсветку если она у меня заряжена вот ну и давайте попробуем заглянуть вот так эта конструкция и выглядит вот так то есть принципе все достаточно разумно надежно и адекватно поэтому она еще и работает она явно практично ну вот такая история про этот нож скажу честно за последнее время этот нож который меня в хорошем смысле именно очаровал своей харизмой и блин вот этот такой нож который хочется в коллекцию его действительно нужно потрогать в руках потому что он очень очень оставляет приятное впечатление очень надежное впечатление очень вот зараза это просто очень приятный аксессуар то есть вот последние такие ощущения мне давали протеки которые я трогал которые действительно впечатляют и некоторые еще ножи в том числе из китая но на самом деле там часть максейсов дает похожие ощущения но вот этот по дизайну просто от ас а вам как пишите в комментариях то есть вот Продолжение следует...